Уважаемые коллеги, позвольте предоставить вашему вниманию нашу работу, посвященную заместительной пластике мочевых путей препаратами из коллагена первого типа. Ни для кого, наверное, не секрет, что мы довольно-таки часто встречаемся с ситуациями, когда тот или иной участок мочеводящих путей необратимо повреждается. Мы сталкиваемся с ситуацией, что этот участок нужно заменить, и возникает вопрос поиска этой ткани заместительной. Мы знаем множество оперативных пособий, которые помогают нам решить эту проблему, однако они не лишены своих недостатков, в связи с чем многие врачи и ученые пытаются найти альтернативные варианты ткани, использовались аллогенные, ксеногенные ткани. Но они точно так же не лишены своих недостатков, в связи с чем этот поиск продолжался, поиск более перспективного материала, каким нам представился коллаген, выделенный из ткани животных, который имеет множество достоинств, таких как отсутствие токсических канцерогенных свойств, хорошая механическая прочность, устойчивость к тканевым ферментам и слабой антигенности. В литературе можно встретить множество работ, посвященные данной тематике и применению коллагена для заместительной пластики мочевых путей, однако, надо сказать, что все эти работы, они носят, как правило, единичный характер и неоднозначный, нет четкого понимания и данных о влиянии источника получения коллагена на его биоинертные свойства. Также всегда оставался в этих работах открытым вопросом функциональной составляющей мочевых путей. Также ряд авторов говорит о том, что все эти коллагеновые препараты должны быть не в монопрепаратах, а в комплексе с различными факторами роста, различными кислотами. Добавляться должны факторы, стволовые клетки, которые бы стимулировали воскурелизацию и вырастание клеток из окружающих тканей в имплантированный коллагеновый каркас. В связи с чем мы решили также изучить возможность использования мембраны с коллагена первого типа для заместительной пластики мочевых путей без и с включением в их состав кондиционированной среды культивированием из ахимальных стволовых клеток жировой ткани человека. Перед нами стали следующие вопросы и задачи. Мы хотели сравнить выраженность воспалительной реакции стенки мочевого пузыря и окружающих тканей при подшивании к наружной стенке коллагеновых препаратов, полученных из тканей крупного рогатого скота и тканей свиньи. Также провести сравнительную оценку данных мембран и способности инкорпорироваться в состав стенки мочевого пузыря, оценить гистологические изменения в зоне имплантации и окружающих тканей. Также изучить влияние включения в состав данных мембран кондиционированной среды культивирования из ахимальных стволовых клеток, оценить выраженность в эскурализации и, естественно же, изучить функциональные составляющие мочевых путей. Исследование проводилось на кроликах, самцах, 48 в общей сложности. И относительно задач у нас получилось 6 серий экспериментов, в первой из которых мы подшивали к наружной стенке мочевого пузыря коллагеновые препараты, полученные от рогатого скота и свиньи. Во второй серии мы сравнивали их способность к интеграции в стенку мочевого пузыря, также изучали возможность заместительной пластики уретры трубчатым препаратом коллагена. Была у нас серия эксперимента направлена на использование обычных нативных мембран в качестве именно замещения дефекта мочевого пузыря. И также использование этой мембраны, обогащенной кондиционированной средой культивирования моска. И шестая серия, некий вариант контрольной группы, это обычная резекция с обычным ушиванием мочевого пузыря. Вы видите на нижнем слайде, как выглядит мембрана и как выглядит уже подшитая мембрана к мочевому пузырю. Созданный дефект, который закрывался коллагеновой мембраной. На данном слайде предоставлена методика пластика уретры трубчатым коллагеновым протезом, который анастомозировался на катетере. По завершению оценку результатов проводили путем микро- и макроскопического исследования. В случае цистопластики это также были цистометрия и оценка состояния микроциркуляции. В опытах с уретропластикой проводили уретографию. Состояние микроциркуляции оценивали с помощью гармонического анализа колебаний биоимпеданса. Регистрировали кардиальный пик, который на частоте сердцебиения, его амплитуда характеризовала состояние микроциркуляции в исследуемой зоне. И говоря о результатах, вы видите, это гистологические препараты бычьего и свиного коллагена в зоне подшивания к стенке мочевого пузыря. Так выглядит внутренняя поверхность при подшивании к стенке мочевого пузыря коллагеновых мембран. И анализируя эти данные, мы пришли к выводу, что свиной коллаген обладает более высокой биоинертностью, более выраженной резорцией мембран и замещением коллагена в растающейся тканью. Данные препараты, мы оценивали способность интеграции данных мембран при имплантации как бычьего коллагена, так и препаратов из бычьего и свиного коллагенов. Также мы получили данные о том, что свиной коллаген более предпочтителен и показывает лучшие результаты. Исследуя уже емкость мочевого пузыря после замещения дефекта мочевого пузыря, мы видели, что используя свиной мембрану свиного коллагена, емкость мочевого пузыря была больше и стремилась к нормальным показателям. Таким образом, при имплантации свиной коллагеновой мембраны в мочевой пузырь происходит более быстрая эпилитализация и замещение собственными тканями мочевого пузыря и более полное восстановление функциональной емкости. На данном слайде вы видите уротропластику. Надо сказать, что мы тут получили неудовлетворительные результаты, наблюдали некроз ткани. Говоря о функциональной составляющей контроля, мы видели, что сохранялась проходимость мочевого спускательного канала, однако он полностью замещался соединительной тканью и выглядел атрофично. В связи с чем, последующие исследования мы решили проводить только лишь на примере коллагеновой мембраны, полученной из ткани свиньи, с и без включения в ее состав кондиционированной среды культивирования МСК жировой ткани человека. И вот вы видите, имплантация нативной коллагеновой свиной мембраны, это один месяц наблюдения. Наблюдали практически полное замещение имплантата соединительной тканью с врастанием отдельных кровеносных сосудов. Также вы видели единичные гладкомышечные клетки. Окружающие ткани не были сильно изменены и инфильтрированы. Аналогичная ситуация, однако это уже мембраны со включением в ее состав кондиционирования среды культивирования МСК. Видим выраженную гиперемию, воскоррелизацию. При этом мочевой пузырь, содержащий мочу, был не напряжен, то есть не было повышенного тонуса стенки. Это также анализ использования мембраны, обогащенной кондиционированной средой. И гистологическое исследование, которое показало почти полное замещение тканью мочевого пузыря. Мы видели слизистую оболочку, видели большое количество гладкомышечных клеток, хороший ангиогенез. И контрольная та самая группа, ожидаемая резекция, ожидаемая, вернее, зона рубца, которую мы видим. Суммируя все эти данные, можно обратить внимание, жирным шрифтом выделено, это свиная коллагеновая мембрана, которая была обогащена кондиционированной средой культивирования мезонхимальных стволовых клеток. Мы видим здесь наибольшее количество гладкомышечных клеток, лучший ангиогенез. При этом количество, точнее площадь нерассосавшегося коллагена, она была наименьшей. И количество неэпитализированной части тоже было меньше. Состояние микроциркуляции, как уже говорили, оценивая, видели, что при использовании данной мембраны с данной кондиционированной средой у нас практически были нормальные показатели микроциркуляции. Так же, как и исследуя объем, мы увидели, что замещая дефект, мы получали практически нормальные показатели объема мочевого пузыря. И изучая такой показатель комплоентность, соотношение объема давления, опять-таки среди всех групп, используя свиную коллагеновую мембрану с добавлением кондиционированной среды, культивирование мазка, мы получали результаты наиболее близкие к нормальным показателям комплоентности. И как вариант, тоже позвольте предоставить наш клинический опыт наблюдения за пациенткой с гетерогенным повреждением мочеточника, протяженной структурой, у данной пациентки был замещен дефект коллагеновым протезом. Наблюдали мы за пациенткой в течение 8 месяцев. В течение этих 8 месяцев не было обструктивной симптоматики, которая, в принципе, ожидаема, но она появилась после, что заставило нас прибегнуть к длительному дренированию мочевых путей. Однако мы в этой ситуации попытались для себя подчеркнуть тот момент, что рубцовые изменения при наблюдении за экспериментальными данными возникали уже спустя 1 месяц. Здесь у пациентки был ненарушенный пассаж мочи в течение где-то 8 порядка месяцев, что позволило нам подчеркнуть принципиальную возможность использования коллагеновых материалов для пластики мочевых путей. И позвольте на выводах не останавливаться, а вкратце сказать одно, что наш опыт позволил подытожить и сказать, что если мы пытаемся выбрать коллаген, и источником этого коллагена должен быть, скорее всего, что это свиная ткань, так как она обладает более выраженной биоинертностью. И говоря о том, нужно ли использовать ее как монопрепарат, скорее ее нужно обогатить как раз кондиционированной средой культивирование мезонхимальных стволовых клеток человека, для того чтобы получить наиболее, будем так, ожидаемые лучшие результаты с точки зрения и гистологической картины, и функциональной составляющей. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok